Философски глубоко, но это действительно так. А за ними, смотрите, толпы идут. Замечательно. Хочу, чтобы у меня была возможность телепатических. Как только покажете мне такого человека, говорящего эти фразы, я спрошу. А что вы сделали, уважаемый взрослый человек, чтобы так не думать о молодежи? Вот так я говорила с 20 до 45, наверное. Как я рада, что меня судьба забросила в редакцию газеты «Зато». Спасибо за все. Программа «Есть Тодей» на канале Телемикс. Здравствуйте, дорогие телезрители! Хорошего дня и отличного настроения вам желает наш надежный друг и партнер. Группа предприятий «Янта». Это соевое масло. Натуральный и полезный продукт. Оно содержит большое количество витаминов и сохраняет привычный вкус любых блюд. Соевое масло идеально подходит для консервирования, жарки, выпечки и салатов. Масло «Янта» производится из российских сортов сои, выращенной на собственных полях в Амурской области и не содержит ГМО. Соевое масло «Янта». Сегодня в студии я, Алена Варфоломеева, и у меня сегодня замечательная гостья Лариса Вячеславовна Карипанова. Лариса Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Мне прям хочется выпрямить спину и представить вас именно так. Это главный редактор газеты «Зато», новостное издание о городе Большой Камень и, конечно же, его жители. У нас редко такие гости, особенно редактор. Расскажите немного о себе сейчас. Вот вы главный редактор. Главный редактор чем занимается, чтобы понимали наши зрители? Ну, звучит красиво. Главный редактор. Вообще главный редактор – это обыкновенный руководитель. А у каждого руководителя, хоть у педагогического, хоть у заводского, есть самая главная задача – это задача организовать, даже не работу, организовать людей так, чтобы они хотели эту работу выполнить. И поэтому главным редактором газеты я стала всего два года. Поэтому все навыки предыдущей жизни, предыдущих сфер деятельности, они объединились, скомпоновались и помогают работать главным редактором газеты. Опыт работы был уже какой-то до этого в СМИ, может быть? Нет. Вот в СМИ точно нет. Я была администратором в педагогической деятельности. Я работала заместителем директора по воспитательной работе. Сначала в Дальнегорском филиале ДВФУ, потом в Большекаменском филиале ДВФУ, потом немного начальником отдела по работе с молодежью в администрации города. И вот сейчас благополучно, со всеми умениями, навыками, вступила в сферу средств массовой информации. Вы довольны, что сейчас у вас такая деятельность? Да. Вы знаете, если меня сейчас спросят, какие профессии помогают человеку сформироваться как личность, теперь я назову их три. Первое – это обязательно педагог, обязательно преподаватель. Это человек, который не может притворяться. Молодежь очень хорошо чувствует. Она прям почти кожей ощущает неискренность, фальшь, и поэтому, работая с ними, нужно быть очень настоящим, очень естественным. Как я все время говорю молодежи, в маленьком городе невыгодно быть плохим человеком. Все друг друга знают, да? Да, все знают. И потом, педагог – это человек, который все время получает информацию, все время перерабатывает ее, и не просто перерабатывает, он ее дальше отдает. И отдавать ее нужно так вкусно, чтобы ее ели, а не выплевывали в самом начале. Это первое. А второе – нужно быть чиновником. Чиновником в хорошем смысле этого слова, потому что чиновник, хороший чиновник, способен организовать, проанализировать, систематизировать, грамотно читать документы, уметь ими пользоваться. Это то, чего не хватает очень многим людям, к сожалению. Неумение пользоваться теми законами, которые у нас есть. И теперь я знаю, что это еще работник СМИ. Потому что информация в наше время продолжает оставаться очень важной сферой, очень нужной сферой, очень интересной сферой. И работая в ней, ты работаешь со своим словом. А слово напрямую связано с мыслью, с интеллектом, с разумом. Вот вам и, пожалуйста, три профессии – педагог, чиновник и работник СМИ. Ну, наверное, все-таки журналист. Вот мы тоже СМИ, и некоторые люди думают, что есть здесь плохие люди в СМИ. Нет, на самом деле, что есть хорошие, которые действительно делают все по совести. И вот вы так упомянули, что нужно все делать вкусно. Как вы заметили, мы вас пригласили на нашу программу. Мы действительно здесь делаем вкусные вещи. Для вас как по эту сторону экрана? Первый такой опыт? Да, да, первый опыт. Экран – это первый опыт в моей жизни. Вот смотрите, сейчас у вас получится совместить еще две такие деятельности. Это работать руками и при этом разговаривать. Как думаете? Получится? Надо пробовать. Мы сегодня что с вами будем готовить? Мы будем делать растрепки. Название, конечно, у них я взяла из другого блюда. А увидела рецепт тогда, когда нужно было быстро прийти домой, что-то быстро сделать. И что есть в холодильнике? Что в холодильнике, желательно, чтобы это было с претензией на здоровой пищи. А грудка как раз в тот список относится. Куриное филе, ой, сейчас это вообще популярность. Обносится, да. Поэтому кусочек грудки, яйца, сыр и мука – это все, что нужно для того, чтобы быстро сделать растрепки. Так что мы будем нарезать, готовиться, разговаривать дальше. Впереди у нас много всего интересного. Я подготовила вопросы. Надеюсь, что у нас с вами будет прям эфир сегодня ОГОГО. Но этим мы займемся сразу после блока новостей. Ну что, мы вернулись к нам в студию, пока прошел блок новостей. Лариса Вячеславовна, как истинный специалист, уже просто сделала все. Я уже говорю, может быть, мы немножко с вами притормозим, но нет. Ну хорошо, я целую половину оставила, еще не порезала. Да, мы взяли, кстати, половинку куриной грудки в филе, отрезали, потому что мы хотим просто вам показать процесс. Сейчас блюдо довольно-таки быстрое, да, а все остальное на семью мы готовим потом. Конечно, если семья большая, да, если семья состоит из двух человек и любит только горячее и свежее, тогда половины грудки вполне хватит для того, чтобы накормить. У вас семья большая? У меня очень большая семья, я ее люблю. У меня трое сыновей, трое невесток, две внучки. Ну, я про мужа, конечно же, ничего не говорю, потому что это сейчас на первом месте, как у каждой нормальной женщины, которая понимает сгадание, что какой бы любимой ни была работа, все-таки семья и женская энергетика, она важнее любой работы, поверьте мне, милые женщины. Что-то мы, значит, молодец, делаем не так, когда говорим, что я замужем или жената на работе. Вот видите, человек счастлив. А знаете, я понимаю прекрасно, потому что вот так я говорила с 20 до 45, наверное. О, у меня еще есть время. Да, еще есть время. Я всегда говорила, что по моему знаку зодиака мне домашняя работа вообще противопоказана. Запереть меня дома – это уничтожить меня как человека, как личность. Ни с одним ребенком из троих сыновей я не сидела дома в декрете больше четырех месяцев. По-моему, кому-то повезло, я была полгода. То есть я все время рвалась. Я уже, правда, не помню, кому из них, да, но я все время рвалась на работу. Мне там было интересно, мне там было весело, я там была нужна, везде востребована. Поэтому туда рвалась. Я думаю, что у зрителей остался вопрос, кто же вы по знаку зодиака. Рак. Я рак и кролик. Как рак, умею заползать под корягу, когда меня обижают, и оттуда кусаться клешнями на своих обидчиков. А как кошка и кролик, я умею быть мягкой, белой и пушистой. Это очень удобно, кстати. Очень. А вот как вы думаете, я вот весы и петух, во мне что-то вообще не укладывается, по-моему. Я, петухи же обычно, как они такие, вспыльчивые, любят рано просыпаться, но я, наверное, не из тех и больше весы. Ну, хорошо. Лариса Вячеславовна, скажите, пожалуйста. Я перебью вас. Как только в следующий раз я приду к вам, я займусь астрологией, тогда все про вас расскажу. О, это будет классно. А пока у меня только есть любительский интерес к знакам зодиака, к характеру людей. Могу сказать, что весы, это, наверное, один из самых неприятных знаков зодиака, неприятных для человека. Я никогда не могу выбрать, чего я хочу. Я либо возьму все, либо не возьму ничего. Это, знаете, перед выбором, когда ставят, а весы же они такие. Алена, у меня есть любимое волшебное слово, оно звучит очень коротко. Пока. Я не знаю, это для записи. Сколько вам лет? 27. Ой, у вас еще как минимум лет 70 для того, чтобы понять, прочувствовать. Как сказал один очень мудрый человек, понимая, что все мы получаем информацию из одного из трех источников. Это зрение, это слух и ощущения. Визуалы, аудиалы и кинестеты. Так вот, он все время, обращаясь к аудитории, говорил, желая привлечь всех, увидьте, услышьте и почувствуйте то, что я сейчас скажу. Поэтому увидите, услышьте и почувствуйте. Все включить органы, чтобы почувствовать. Да. А вот по вашему ощущению, как раз будет, наверное, сейчас в тему мой вопрос. По вашему ощущению, вы два года как главный редактор. Если на объемный такой вопрос ответить коротко, что такое издание газета «Зато». Что это вообще? Что вот газета человек представляет? Ну, газета, печатное издание. Но это же коллектив, который работает над этим изданием. Это же нечто большее, чем просто газета. Что для вас? Газета «Зато», наверное, любая газета, но я буду отвечать про газету «Зато». Да, конечно. Газета «Зато» — это шампунь. Это ушел образ два в одном. С одной стороны, это коллектив, объединяющий людей разных поколений, разных характеров, которые выполняют одну общую задачу. Эта общая задача их объединяет. Мне очень приятно осознавать, что в нашем коллективе работают бок о бок, плечом к плечу разные поколения. И вы знаете, буквально совсем недавно я еще раз процитирую своего одного из любимых сотрудников, корректора, который сказал, у меня раньше молодежь раздражала. Но я потом посмотрела, как она хватается за работу, как они вникают, как они тянут на себе все то, что я бы давно уже бросила. И я поняла, что они достойны уважения. Понимаете? Это говорит человек, которому, ну, мягко говоря, за 60. Как она красиво говорит, мне осталось 40 лет до 100. Вот. Мне 40 до 100. А молодежь, она не заносчивая, во всяком случае, про наш коллектив могу сказать. Они понимают, осознают, что то, что им кажется новинкой, взрослое поколение уже прошло, на завершку реиспитала. И не грех лишний раз спросить, поинтересоваться, а может вот так, а может вот так и послушать, и услышать то, что им говорят. Это со стороны самой редакции. А со стороны людей, для людей старшего поколения, конечно, что там скрывать, наша целевая аудитория, эта целевая аудитория, ну, мягко говоря, 50+. То есть нас читают в основном люди, те, которые не представляют себе жизни без прессы. Ее можно перелистать, перевернуть, вырезать, отложить, потом к ней вернуться. Интернет хорошо, но он быстро убегает, да. И вот так вот что-то сохранить и опять посмотреть достаточно сложно. Вот я сейчас могу показать, что меня писали, обо мне писали в газете такого-то года. Вы сможете найти, где вас писали в интернете, там, лет 5 назад, ты уже эту ленту не перелистаешь, да. Поэтому для многих людей это источник информации. В газете мы стараемся писать вещи проверенные. Мы не стремимся, во всяком случае, я категорически против того, чтобы информация была, как сказать, с запашком, с запашком негатива, с запашком отрицания. Да бога ради, негатива вполне достаточно много. Как слово вот это есть хайп сейчас, можно, да. Да, да, да. И когда люди говорят, почему вы не пишете в газете, что там плохо, то плохо, и все плохо. Я говорю, вы знаете, человек, который готов рассказывать о том, что все плохо, напоминает мне того, кто выходит на улицу в непогоду и кричит, дождь, посмотрите, какой дождь. Понятно, все видят дождь, ну. Ты можешь сказать, магазин, где продают зонты хорошие, или посоветуешь, что обуть, или за какой угол зовем, где поменьше дождя. Нет, ну тогда чего ты орешь-то про то, что дождь, мы без тебя это знаем. Поэтому вот мне кажется, что газета, она должна помочь разобраться, выникнуть, может быть, включить те струночки в человеке, кроме негативных, которые у него пока дремлят, но которые, глядишь, какой-то нашей статьей, колонкой зацепят его, и он поймет, что, ну, смысл-то жизни каждого не в том, чтобы рассказать, как все плохо, какие все гады вокруг, да, а найти свою дорогу. Ну, извините, я педагог, если меня так несет, то меня надо останавливать. И вот мы также вышли на улицы нашего города, Уссурийска, и узнали у жителей, как они считают, газета сейчас популярна или нет. Мы у них спросили, какие чувства у них вызывает газета. Вспоминали ли они с детства там, может быть, у кого-то даже и хранятся, мы знаем, что бабушки наши покупают, но, может быть, молодежь тоже покупает газеты, и вообще, что они испытывают при том, как вот открывают это печатное издание. А как оно пахнет? В общем, сейчас посмотрим. Когда-то коммунары комсомольскую правду выписывали. Это были такие стандартные, больше ничего. А какие рубрики читали? Может быть, какие-то любимые статьи? Ради чего выписывали? Новости, обстановку, политику, правительство. Ну, в общем-то так. Чтобы быть в курсе ситуации в стране. Ну, и здоровье, и крестьянка, и красное знамя, комсомольская правда. Пионерская правда была. Пионерская чисто была. А сейчас нет. Ну, раньше выписывали и коммунар. А что? А, тысячу советов выписывала. Но сейчас вообще ничего не выписываю. Ну, в основном детские журналы. Детские были. Название помните журнала? Не по седу, по-моему. Были там какие-то любимые рубрики? Ребусы. В основном. А сами пробовали, как писать что-то там в саму газету, чтобы вас там где-то публиковали, поучаствовать в конкурсах? Ну, как раньше. По-моему, я хотела написать в журнал «Все звезды», но что-то не пошло. А, там плакаты, если не ошибаюсь, в серединке. Вешали эти плакаты? Да, до сих пор висят. Да, было такое. Правда, по-моему. Комсомольская правда была. Была газета, постоянно бабушка ее читала. И мы сидели, тоже читали все газеты. Все новости узнавались только из газет. Ну, родители-то, я помню, выписывали. Это в советское время было. А помните, какие именно? Ой, Господи. Я знаю, что дедушка выписывал «Красную звезду», так как он был ветеран войны. А мама выписывала работницу журналы, там что-то еще, крестьянку. Вот эти вот журналы. А если не ошибаюсь, там какие-то выкройки? Были выкройки, было вязание. Что-нибудь делала мама по этим схемам? Вы знаете, я уже не помню. Это было очень давно. Раньше выписывались, сейчас нет. Просто берем в киоски, да и все, покупаем коммунар. Расскажите, пожалуйста, вот ваше ощущение к молодежи. Вы сказали, что у вас коллектив разновозрастный, да, что вы дружны. А ваше ощущение? Ну, понятное дело, что люди меняются, да, со временем. Но молодежь сейчас лучше, чем была раньше, допустим, в 90-х годах, в 2000-х. Ну, вопрос понятен? Вопрос понятен, да. Вы знаете, в какой-то очень интересной умной статье или книге, я уже не помню, я прочитала правильный совет, никогда не сравнивать себя с кем-то. Все равно нужно сравнивать себя с самим собой. Я не буду сравнивать молодежь со взрослыми, потому что они другие. Я не буду сравнивать молодежь с молодежью прошлого времени и нынешнего времени. Она просто другая. Понимаете, это вот как мужчина и женщина, да, кто лучше, мужчина или женщина. Да нельзя так сравнивать. Это люди совершенно разного мира ощущения, мира восприятия, с разных планет, я даже прям не боюсь этого сравнения. Молодежь, они совсем другие. И хочу сказать, что вот молодежь нынешнего времени, она нам в помощь. А она нам, взрослым, помощь. Ну вот лет 16-15. Есть стереотип такой, что сейчас дети безнадежны, да, они там в своих интернетах сидят, но прям сложилось такое мнение, что все, пропащее дальше будет только хуже. Как только покажете мне такого человека, говорящего эти фразы, я спрошу, а что вы сделали, уважаемый взрослый человек, чтобы так не думать о молодежи? Я не люблю, когда люди жалуются. Ой, как тут плохо. Хорошо? Хорошо? Когда ты хочешь дома есть, ты же не кричишь, я голоден, ну кто-нибудь услышит меня. Ты ешь на кухню и ешь. И готовишь. Правильно? И готовишь и ешь. Когда у тебя дома грязно, ты же не кричишь, там, глава, губернатор, срочно придите и уберите. Ты берешь тряпку, идешь и уберешь. Если хочешь жить в чистоте, если ты хочешь жить в окружении хорошей, умной, интеллигентной, образованной, честной, ответственной молодежи, что лично ты сделал для этого? Может быть, ты воспитал своих детей так, что ими можно гордиться? Либо ты пошел в педагоги и сделал так, чтобы вокруг тебя собиралась такая молодежь, процветала, и она других делала похожими на себя. Ничего не сделала? Ну тогда сиди и бурчи дальше. А вам они нравятся? Нравятся. Мне нравятся молодежь. Понимаете, от них идет энергия. Я вам больше скажу. Я разговаривала с пожилыми людьми, у которых есть тесная связь со своими детьми, внуками, детьми, и которых связи нет. Мы не общаемся, да? Знаете, да. Это небо и земля. Те, у которых рядом есть молодые, хотя бы за праздничным столом, хотя бы на каких-то семейных праздниках, они другие, они более молодые. Когда мне начинают тебя обвинять, там, это, наверное, надо записывать, да, ты слишком хорошо выглядишь. Я говорю, да потому что я рядом с ними. Потому что с ними по-другому нельзя. С ними нужно быть в тонусе, как они говорят, в теме, либо они тебя просто не принимают. Поэтому я очень люблю молодежь. И я вам больше скажу, я люблю молодежь больше взрослых. Знаете, почему? Потому что когда молодые люди совершают какие-то нравственные ошибки, психологические ошибки, они их совершают, потому что пока еще многого не знают, пока еще их жизнь не научила, может быть, даже не шандарахнула в некоторых моментах. А взрослые, которые делают подлости, они знают, что это подлость, что так делать неправильно нельзя, некрасиво. В три раза хуже, нежели бы это сделал молодой человек. Понимаете, да. Поэтому я молодежи готова прощать многие вещи, они наверстают свое. А вот когда взрослые, это нет. Я за вами сейчас как за каменной стеной стою, мне прям хочется, вот поняли, вот и все, вот и все. Хочется, делайте. Вот и все, вот и все, прогноз погоды на нашем канале. Прогноз погоды на 2 февраля в студии Анна Матвияс. Здравствуйте. В Владивостоке во вторник солнечно, без осадков. Температура воздуха минус 13. Атмосферное давление в норме. Влажность комфортная. Ветер северо-западный умеренный. У Сустриски 2 февраля ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха минус 15. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность комфортная. Ветер северо-западный умеренный. О погоде все. До встречи. Итак, Лариса Вячеславовна, дальше наши действия по приготовлению растребок. Итак, мы как можно мельче порезали грудку, слегка замороженную. Добавили сюда одно яйцо, чтобы все это оно связало воедино. Отрезали кусочек сыра, который сейчас будем натирать. Натирать, как специальное приспособление. Вот я сейчас... 100 граммов сыра, этого будет достаточно. Ну, понятное дело, что если филе больше, то и больше сыра берем. Кто-то добавляет майонез, я знаю, туда, чтобы так же вместо яйца. Если нет яйца в холодильнике, то майонез, потому что майонез-то связующее. Ну вот мы с вами такие сладкие стоим и говорим о том, как в мире все хорошо. И вот такие, что старшее поколение дружат с молодежью. Но вы как главный редактор, расскажите мне, пожалуйста, как работает ваш коллектив. По заданию редактора, вот вы им как сказали, так оно будет. Или вы прислушиваетесь к их мнению. Есть у вас же, конечно, рубрики какие-то в газете, да? Как у вас проходят планерки вообще ваша работа? Я вам скажу очень честно, трудно работать, трудно и скучно работать в коллективе, который во всем соглашается с тобой. Поэтому я любила троечников, пока работала в школе. Бунтарей. Бунтарей. Потому что они тебя могут научить чему-то, какой-то новый поворот дать. И вообще, опять же, возвращаясь к своему любимому цитированию, опираться можно только на то, что вызывает сопротивление. На болото опереться нельзя. Оно проваливается, и ты вязнешь. А вот когда с тобой спорят, сопротивляются, высказывают свое мнение, ты, по крайней мере, знаешь, что человек с тобой не согласен. Это лучше, чем когда тебе улыбаются в глаза, а потом ты понимаешь, что с тобой не согласны, делают за спиной какие-то очень некрасивые вещи. Поэтому в коллективе у нас немного журналистов, совсем немного. Конечно, у каждого есть свои сильные направления, но, опять же, там есть молодые, и они сами говорят, а давайте я напишу про это. То есть инициатива от них идет, да? Конечно, тут же главное ее не сбить, главное же ее не нарушить. Давайте. Но, может быть, только попробуем вот так? Давайте попробуем вот так. Вообще, моя любимая фраза, ты сделаешь, как считаешь нужным, запятая. Но я бы сделала вот так. Если человек услышит меня, он попробует что-то изменить. Прислушается, да? А если не услышит, значит, я не стала такой, чтобы он был готов ко мне прислушиваться, понимаете? То есть я не обвиняю других людей, во всяком случае, я по-честному стараюсь это делать. Если тебя не понимает профан, это еще не значит, что ты эрудит. Если что-то в моей жизни происходит не так, значит, я что-то не доделала, какой-то урок недополучила и не использовала его в своей жизни. Поэтому точно так же и на работе. Планерки проходят, рассказываем, что есть. Темы и вопросы, которые нужно осветить. Конечно же, есть какие-то задания от администрации, есть темы, которые очень, наверное, волнуют всех людей. Дороги, ЖКХ. Да, как и везде. Это, да, ничего не меняет. Но кроме этих, есть еще темы, которые интересуют людей, ну, кроме обыденности, кроме благоустройства, кроме там тепла и отсутствия света, понимаете? Есть темы, которые заставляют человека покопаться в себе, навести порядок в своей внутренней квартире, открыть шкафчики какие-то и проверить, что там вообще хранится, лежит. У Сальвадора Дали есть такая картина, называется «Антропоморфный человек». Там человек представлен в виде большого количества… Он шкаф и большого количества ящичков, да? И я все время говорила о молодежи. Представляете, когда человек доживает до зрелого возраста, а у него в шкафчиках только то, что не востребовано сейчас. Пивные бутылки, грязные тряпки, анонимки и так далее. Поэтому вот эти шкафчики нужно себе столько с молодости наложить, упаковать туда, чтобы потом в зрелом возрасте можно было открывать, наслаждаться и рассматривать. Осматривать, вспоминать. Старые вещи, да? Сундук открываешь, а там у тебя мама говорит, перебери свои старые вещи. А ты залип на 6 часов и все, и все рассматриваешь. И тебе хорошо, да? Да, свои старые блокнотики, роешься вот так вот из человека. Абсолютно с вами согласна. Ну что, мы пока перемешиваем, посмотрим коротенькую рекламочку и вернемся. Программа Есть Тодей на канале Телемикс. Здравствуйте, дорогие телезрители. Хорошего дня и отличного настроения вам желает наш надежный друг и партнер группа предприятий Янта. Это соевое масло. Натуральный и полезный продукт. Оно содержит большое количество витаминов и сохраняет привычный вкус любых блюд. Соевое масло идеально подходит для консервирования, жарки, выпечки и салатов. Масло Янта производится из российских сортов сои, выращенной на собственных полях в Амурской области и не содержит ГМО. Соевое масло Янта. Есть вкусно. Мы приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Сегодня у нас замечательная гостья Лариса Вячеславовна Карипанова, главный редактор Большекаменской газеты «Зато». Лариса Вячеславовна, мы с вами обсудили вашу работу, но мы же с вами здесь не просто для интервью про газету, да про газету. Вы же личность, вы же человек. И вот вы говорили, что вы там поработали, там пожили. Откуда вы вообще? Расскажите про свое детство, про свою жизнь. Родилась я в Ростовской области. Так, замечательный город Каменс-Шахтинский. Но в три года мой папа, футболист, получил приглашение в поселок Тетюхе. Сейчас это город Дальнегорск, Приморского края. И он со всей семьей, естественно, со мной трехлетний, переезжает в город Дальнегорск, где в то время, вы не поверите, это была сказочная ситуация. Раздавали квартиры. Раздавали. И сначала, как он рассказывает, я хотела выбрать четырехкомнатную квартиру. Но подумал, наверное, жене, маме, будет очень трудно ее убирать. И остановились на трехкомнатной. Вот так мое детство прошло в трехкомнатной квартире в городе Дальнегорске. Ну, а потом, как, наверное, у всех, университет, ДВГУ. Как в школе учились? В школе училась. В школе я была пятерочницей в очках в то время. Да, понятно, что сидела все время на первой партии. Вот, рано читала. Мама говорит, что с трех лет, ну, может быть, переувеличивает, может быть, и правда с трех лет. Может быть, с пяти, я уже сейчас не помню точно. Вот. Переехала, училась. В школе я училась. Гуманитария, чистейшая воды, до мозга костей. Поэтому физика, химия, это все не мое. Вообще не мое. Ну, хорошо, но сейчас и не очень-то и надо. Не скажите, не скажите. Вот если бы я знала тогда, хорошо химию учила, я бы знала, какие пятна чем оттирать, без использования грамотных, полезных советов, потому что химия помогла бы. Но если бы тогда рассказал учитель химии, что вот эти вот все формулы, они могут помочь в жизни, мы бы по-другому воспринимали. Информация должна цепляться за жизненной ситуацией, тогда она остается надолго. Ну и все, потом университет, естественно, филологический, когда нам еще женщинам идти, а потом после этого филологического Большой Камень, школа, учительство, потом опять Дальнегорск, Дальнегорску нужно было дать свою дань, работа в филиале, вот. Но в моей жизни был еще один замечательный период, который я не могу не вспомнить. Достаточно долгое время я в Дальнегорске работала в учреждении, которое называлось «Школа юных менеджеров». Это учреждение дополнительного образования, куда приходили ребята, кроме основной учебы в школе. Ну, факультативно, то есть не обязательно. Вы знаете, даже не могу сказать, что не обязательно. Эта школа, она была... Вам знакомы термин УПК? Нет. Учебно-производственный комбинат. В те времена была замечательная особенность. Каждого ребенка после девятого класса направляли в какую-то сферу. Профориентацию. Правильно. Так вот, ты мог стать либо маляром, пойти туда, либо вожатым, либо слесарем, либо автомехаником, либо пойти учиться в школу юных менеджеров. То есть это было дополнительное образование. Но оно стало очень востребованным, очень удачно развернулось, и к нему стал список желающих поступить таким большим, что часть стали набирать платную, на платную основу. Да. И в этой замечательной школе, которую основала Елена Евгеньевна Кудлик-Крепостнова, у нее, значит, две фамилии, кто как ее вспомнит, да, и в нее приходили ребята со всех школ. Это была сказка. Туда, естественно, приходили ребята, которым надо, глаза горят, что-то хочется еще, кроме школы и улицы. Понимаете? И там они получили знания по культуре речи, по социологии, дополнительной информатики, танцы. Все менеджеры танцевали вальс, да, культура поведения, английский язык, психология. Все как-то в одном получается. Все это было, понимаете? И вот это была, это была семья, это была классная тусовка, это были зачеты в творческой форме. То есть, понимаете, они там жили, вот они туда приходили из трех, и мы их оттуда просто по вечерам выгоняли. И вот эта школа, вот эта школа общения с этими ребятами, если вдруг они меня услышат, дорогие менеджеры, вот сколько я буду рассказывать о молодежи, я все время буду вспоминать про годы работы с вами. как многому они научили яркости, творчеству, подходу, инициативе, любви к жизни, вот это все было у них. И сейчас я не удивляюсь, что многие из них стали очень яркими людьми, очень выдающимися людьми, потому что они получили тот запас активности, который, тот огонь, который не угас, и я верю, не угаснет никогда. Насколько человек зависит от того, кто его окружает, правда? Вот не зря же говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот так же у меня есть классные друзья, когда я в каком-то нахожусь упадке, говорю, ребят, я не хочу ничего, и меня вот так вот просто берут под руки, вот так трясут все мои ребята, и понимают, что не так уж все и плохо в этой жизни. И когда-нибудь я тоже буду так стоять и передавать привет своим друзьям, и спасибо за то, что они люди нас делают, наши окружающие, и так же мы помогаем им. Абсолютно правильно. У нас почти будет готов. Помните желтого зверька в красном берете и шарфе, который регулярно смотрел на нас со страниц журналов? Это не кто иной, как Мурзилка. На одноименном журнале успело вырасти не одно поколение, и даже если кто-то не читал его, то уж точно знаком. Первый номер журнала Мурзилка вышел в СССР в 1924 году, и выпуск его с тех пор не прерывался ни разу. Однако история самого героя началась еще в 1879, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец Брауни, небольших человечков, родственников домовых, с коричневыми нечесанными волосами. Появившись впервые в журнале White Awake, они начали триумфальное шествие сначала по Америке, а потом и по всему миру. В Россию же они попали благодаря известной писательнице Анне Хвольсом, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Так родилось имя Мурзилка. В 1913 году в России вышла книга Хвольсом «Новый Мурзилка. Удивительные приключения и странствия маленьких лесных человечков», где главным героем был Мурзилка, человечек во фраке с тросточкой и моноклем. Эти сказки были очень популярны, но после революции 1917 года книжку больше не издавали и об этом герое все забыли. Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при рабочей газете создавался новый детский журнал. Однако помещать на обложку советского журнала домового было нельзя и художники превратили Мурзилку в маленького щенка, который повсюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петю. Правда, такие Мурзилка просуществовали недолго. В 1937 году знаменитый художник Аминадав Каневский создал новый образ Мурзилки. С тех пор в журнале живет желтый герой в красном берете и шарфе с перекинутым через плечо фотоаппаратом. Журнал Мурзилка был и остается зеркалом русской детской литературы. В разные годы журналом сотрудничали Самуил Маршак, Корне Чуковский, Сергей Михалков, Борис Захадер, Агния Барто. В настоящее время в журнале также публикуются произведения современных детских писателей. В Мурзилке печатаются детские сказки, сказочные повести, детские рассказы, пьесы, детские стихи. В 2011 году журнал Мурзилка был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как журнал для детей с самым длительным сроком издания. Несмотря на свою длинную историю, издание не стоит на месте, постоянно развиваясь и совершенствуясь. Журнал по-прежнему сохраняет традиции, собирая на своих страницах только лучшие образцы современной российской литературы для детей. Лариса Вячеславовна, скажите, пожалуйста, газета, газеты, но мир не стоит на месте, у нас сейчас есть масса способов. Так же, как мы телевидение, кто-то говорит, я телевизор не смотрю. Но мы будем у вас везде, и не только в телевизорах, мы будем у вас на канале YouTube, в Одноклассниках, в социальных сетях. Но у вас же не одно издание, правильно? Вы же также есть в интернете. Да, газета, зато есть в Instagram. Ага. Правда, я как чиновник из прошлой жизни хочу подчеркнуть, что официальным изданием является именно газета, именно печатное издание. А газета, зато в Instagram, она является неофициальной. То есть мы ее не регистрировали, она просто есть как канал для тех, кто не хочет читать газеты, а готов смотреть здесь. Есть у вас такое, да? А как же сайт? Сайт, вместо сайта мы официально вышли в интернет, и теперь у нас есть официальное сетевое издание зато.онлайн. Оно у нас совсем молоденькое, даже года еще нет. Вот мы только в июле его зарегистрировали в Роскомнадзоре. Вот, и поэтому теперь на этом сетевом издании мы можем размещать еще и те нормативные правовые акты. Хорошо, что есть такие альтернативы, да? Абсолютно хорошо. Ну, просто кто-то говорит, нет, я считаю, что есть отдельно телевизор, и вот пускай смотрят телевизор. Как вы вообще относитесь к социальным сетям? Может быть, вы где-то тоже там сидите и смотрите. Я в соцсетях, все, я там в Инстаграме. Нет у вас такого зависимости? Нет, с этим абсолютно нормально. Абсолютно с этим нормально. Была у меня одна знакомая, знакомая подруга, красиво сказала. Была у меня подруга, времена жизни в Дальнегорске, которая все время говорила, ой, да зачем мне чужое мнение? Я так знаю, что твоя песенка-звездочка. Поэтому, понимаете, я вспоминаю, да, Ира Беспалова. И мне кажется, вот эти вот копания, что обо мне сказали, что обо мне подумали, это вампиризм какой-то. Это какой-то мазохизм, что ли там психологический, да? Потому что даже, как говорят умные люди, даже если ты будешь ангелом, кому-то не понравится цвет твоих крыльев, да? Поэтому слушать себе негативы, ну, зачем? Во времена моего студенчества в Владивостоке мне все время на глаза попадался термин в трамвае. Лучший контроль террая совесть пассажира. Я в то время не понимала. А сейчас я точно знаю. Нужно было такое писать не контроль, а контролер. Потому что лучше самого человека себя оценить, себя проанализировать и сказать самую правду никто не скажет. Ведь никто извне не знает, каких усилий стоило человеку что-то сделать, какой-то поступок совершить. Приходит человек после работы домой, вы же не видите, какой он там. Вот здесь он такой оперенный, приходит домой и плачет в подушку, потому что тяжело все. Да, на самом деле это так. Ну вот, а молодежь сейчас социально зависимая, да? И у кого-то спрашивают, например, комментарии, там, какое-то мнение. Вы, наверное, тоже не приверженец того, что читать чужие комментарии, да? Это же... Можно понахвататься столько негатива от этого и прийти в упадок, а человек просто ляпнул, да? Он просто это сказал. Понятно, что есть конструктивная какая-то критика, но все-таки, действительно, пока ты не обуешь ему обувь и не походишь в этом, не почувствуешь, что получается. У него настроение было плохое, и он решил, как многие сделают, да, что это у меня только плохое, я сейчас еще кому-нибудь ее испорчу. Понимаете, он через три минуты одумался, может быть, поживел и понял, или забыл про свой комментарий негативный, или понял, что он не так сказал, но хотя, надо признать, что очень много людей живут тем, что питается этой энергетикой. Да, согласна. Плюс и минус, наверное, других знаков больше нет, да? Кто-то подпитывается положительной энергетикой, а кто-то отрицательной, ему просто нужно от этого, он прям вот ищет способов сказать какую-нибудь гадость, какой-нибудь негатив, найти что-то плохое и всем об этом растрезвонить, и от этого будет чувствовать В этом и есть баланс, есть хорошие люди, есть не очень хорошие люди, и кто-то говорит, что вы в этих социальных сетях сидите, я сейчас конкретно про своих бабушек, они сейчас к этому привыкли, я показываю, что, ба, смотри, на самом деле есть что-то классное, есть что-то интересное, оно у меня хочет смартфон с хорошим экраном. Лет 10 назад они считали, ой, вы там чему только не научитесь, но люди карьеру строят, согласитесь, сначала они в тиктоках, потом в инстаграмах, потом на канале ютуб, это же все монетизация, это просто зависть, то, что вы так не можете и ходите на работу, да, а кто-то вот просто всем привет и все. Ну, не могу не сказать еще, знаете, о чем? Я категорически не согласна, когда человек вещает через инстаграм, через телевидение о том, что молодежь, обращайтесь, занимайтесь блогерством, работайте в социальных сетях, я не могу с этим согласиться, потому что очень хорошо, когда мы можем работать в социальных сетях, размещать информацию, а еще кроме этого что-то. Наверняка они чем-то занимаются еще? Вот это очень хорошо, если занимаются, а если нет? А за ними, смотрите, толпы идут. Замечательно. В свое время младший сын, Сема, спасибо тебе за это, показывал мне очень много маленьких, коротких видео. И вот в одном из видео, я очень хорошо его запомню, это было давно-давно, видео, мультик состоит в следующем. Представьте, что вы оказались в Средневековье, и у вас в кармане оказалась флешка. Флешка, на которой собрана вся мудрость, вся мудрость человечества накоплена из-за этого. Толпа стоит перед вами, и вы чувствуете, что вы бог и царь. У вас есть столько информации, которая нет. Замечательно. Куда вы ее подключите? А вы умеете выработать электричество при помощи чего-то такого? Согласна. Да, с этим согласна. Ну вот поэтому есть баланс. Те, кто ходят на работу, и те, кто мы друг друга вот и поддерживаем. Да, да. Баланс – это всегда хорошо. Это всегда хорошо. Мы сейчас прибремся на коротенькую рекламу, и уже практически все это делаем. А впереди у меня для вас, Бориса Вячеславовна, будет Блиц-опрос. Отлично. Знаете, что это такое? Ну да, коротко, быстро и правильно. Ну вот и познакомлю нашему телезрителю, да, чуть позже. Пока мы с вами посмотрели короткую рекламу, Лариса Вячеславовна уже нажарила нам растрепок. Но мы будем терпеть, пробовать их будем с вами немного позже. Да, вот как раз они пока остынут. Я вам задам несколько вопросов, и чем честнее, тем лучше. Хорошо. Хорошо. Что ели сегодня на завтрак? Была овсяная каша и вареное яйцо. Угу. П-п. Правильное питание. Какой из последних фильмов вас впечатлил? Мультфильм «Тайна Коко». Ой, классный очень мультик. А как вы обычно смеетесь? От души. А часто плачете? Нет, но знаю, что нужно плакать иногда время. Угу. С каким цветом себя ассоциируете? Фиолетовый. Кошки или собаки? Собаки, они верные. Угу. Самый лучший день в вашей жизни? День, когда я осознала, как хорошо, что я живу. Каждый день, да? Можно сказать, что каждый день. Хорошо, тогда следующий вопрос. Что сегодня вас обрадовало? Возможность поучаствовать в этом моноспектакле. Да, можно расскажу, как вы сегодня зашли к нам в студию. Лариса Вячеславовна сказала, я думала, что у меня ничего не будет в первый раз. Да, в первый раз. Но нет, вот теперь в первый раз. Да. Но и, кстати, это не последний раз, потому что нам, как оказывается, часу не хватает с вами переговорить о всех вопросах. Едем дальше. Случалось ли вам передаривать подарки? Конечно, неоднократно. Да? Стыдно, но приходи. Басков или Киркоров? Можно не выбирать, ни то ни то. Хорошо. Любимое время года? Поздняя весна. Любимый город? А вот, вы знаете, неожиданно, но, наверное, Иркутск. Иркутск. Да, мы там были с мужем в прошлом году, а прямо теперь Иркутск. Вы влюблены? Опишите его в трех словах. Мощно. Чисто. И в одно слово напишем. Для людей. Для людей все сделано. Тоже такое люблю, когда везде комфорт и для каждого поколения абсолютно. Вообще вопрос такой. Любимая кухня. Какую любите кухню? Русскую, азиатскую? А, в смысле, есть кухню? Ну да. Ой, да нет, нет. Русско-китайскую. Когда китайская, но не такая острая, как они уедят. Такая уже, обрусевшая, да. Хорошо. Какой суперспособностью вы бы хотели обладать, если вот вы суперчеловек, там, ходить бесшумно или быть невидимкой, читать мысли? Я бы поняла вопрос. Один раз в неделю хочу, чтобы у меня была возможность телепатических умений. Да. Телепатия. Да? Интересно. Очень опасно, кстати. Ну, я же вас в неделю прошу. Раз в неделю всего. Это квартира или загородный дом? Загородный дом. Дом однозначно. Есть ли у вас любимый мультфильм? Да. Летучий корабль. Да. Море или горы? Море. Любимый цвет? Ну, фиолетовый. Фиолетовый. Вы с ним же себя и ассоциируете. Сиреневый, да? Такой вопрос. Туфли или кроссовки? Ну, по вашему стилю видно, что туфельки, да? Я больше на кроссовках. Да, поэтому минус горы. Минус горы, поэтому море. Часто ли вам бывает стыдно? Нет. 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 Душа спокойна. Да, я над этим работаю. Последний вопрос. И, наверное, он самый сложный. О чем мечтаете? Вы знаете, я очень долгое время любила фразу Эммануила Канта «Ищи себя, пока не встретишь». Вот сейчас я бы эту фразу продлила. «Ищи себя, пока не встретишь, и пусть эта встреча будет приятной». Поэтому я мечтаю о том, чтобы по прошествии еще 30-40-50 лет, вспоминая о том, какая я анализирую, мне не было бы стыдно за эту встречу. Ну, вот так. Сейчас бы муж сказал, философски глубоко, но это действительно так. А зато это от души и честно. Прекрасный ответ. Блиц-опрос у меня окончен, но сейчас мы посмотрим позитивные новости, которые мы собрали со всего мира. Вот не только что все плохо в жизни. Нет. У людей все хорошо. Французский велотриалист Ариельен Фонтенуа покорил небоскреб высотой 140 метров. Здание находится в квартале Ла-де-Фанс в пригороде Парижа. Ариельен на горном велосипеде за 30 минут преодолел 33 этажа или 768 ступенек. При этом спортсмен ни на что не опирался ни ногами, ни руками. «Все длилось очень долго. Я думал, это никогда не закончится. Чем выше я поднимался, тем больше у меня все болело. Особенно болели плечи и ноги. Это также очень утомляло морально. Двигаешься однообразно, как робот. И в итоге просто забываешь, насколько далеко продвинулся». Труднее всего Ариельен удалась металлическая лестница, ведущая на крышу. Она крутая и скользкая. По словам велосипедиста, у него не было права на ошибку. Этот заезд благотворительные и собранные деньги пойдут на помощь организации, которая помогает детям с тяжёлыми заболеваниями. Ариельен Фонтонуа занимается горным велоспортом с 8 лет. Он трёхкратный чемпион мира среди юниоров. Также велотриалист трижды становился серебряным призёром на чемпионате мира для взрослых. Ну и вот, эфир подошёл к концу. И не сказать, что к сожалению. Сожаления не было ни капли. Знаете, когда перед эфиром, ну честно, наверное, я ещё в силу непрофессионализма волнуешься при встрече с человеком и думаешь, как всё пойдёт. Ну это же наша притирка, какой-то коннект, да? И наверняка какой-то сначала дискомфорт, но здесь есть такие люди, которым сразу вот с таким вдохновением. И мне нравится, и хочется у вас учиться и слушать ещё-ещё. Поэтому, Лариса Вячеславовна, я без скромности зову вас ещё раз в гости. Номер мой телефона есть, можно даже не звонить и просто написать «Алён, я хочу к вам в программу». Спасибо. И мы всегда вас ждём. Мы очень любим открытых людей, искренних и честных. Вот. И, конечно же, приготовим что-то с вами ещё. Сегодня, напомню, мы с Ларисой Вячеславовной готовили растрёпки, ну как мы. Ну, я стояла рядом красиво. Ну, это очень важно, когда фон интересный был. Да. И вот мы нажарили, и сейчас будем их пробовать. Есть что сказать, может быть, передать привет своим ребятам, своему коллективу. Да, конечно. Ну, во-первых, спасибо большое, уважаемые студии Теленикс, потому что, действительно, ощущение праздника, ощущение сцены, ощущение аудитории. Адреналинчик. Адреналинчик хороший. Да, это всё-таки есть в каждом человеке, и во мне это сильно, и оно, к сожалению, в последнее время не всегда востребовано, и поэтому шикарная возможность сегодня вот это опять испытать. Поэтому спасибо большое. Вот. Ну, а тем, кто всё-таки сможет увидеть, я ещё разик хочу сказать большое спасибо за то, что вы все были в моей жизни. Дорогая моя семья, дорогие мои сыновья, дорогие мои внучки, мамуля, я тебе это обязательно покажу, ты поймёшь, что я очень ценю, уважаю и люблю то, что ты есть в моей жизни, как вот это вот поколение от правнучки к прабабушке. Это вообще шикарно вот в этом находиться. Я всё время чувствую, что за моей спиной есть старшее поколение. И моему дорогому коллективу газеты «Зато» я передаю вам привет. Вы не представляете, как я рада, что меня судьба забросила в редакцию газеты «Зато». Спасибо за всё. И нас приглашают к вам в гости, так что ждите скоро телевидение предо газетин или газета к телевидению. Не знаю, посмотрите, загадывайте. Результат будет хороший. Да, загадывать не будем. Спасибо сегодня, что были с нами. Надеюсь, что вам понравилось. Смотрите нас на канале YouTube, в Instagram. Мы всегда всем рады. Да. Любим людей, поэтому вот стоим такие вдвоём и улыбаемся довольны и счастливы. Ну всё, прощаемся. Всего доброго. До встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»